здравствуйте фразу вынесенную в заголовок название этого видео я впервые услышал представителя поколения почти сорокалетних то есть тех кого я называю поколением своих детей и сказал он ее применительно к собственной жене у которой не то чтобы там какие-то не подумайте только чего-то уж слишком кардинального то есть не по трупам не не боже мой но в принципе если она чего-то задумывала значит препятствие на пути те которые можно не замечать не замечаются те которые можно устранить устраняются те которые можно обойти обходятся но цель достигается вне зависимости ни от чего-то нужно оговориться что скорее позже чем раньше но тем не менее и сначала как бы я ее применил или интерполировал на поколение уже моих внуков которые вот те которые сейчас в общем в старшей школе вот не 10 12 лет а уже там 14 15 16 которые в принципе опять же поймите правильно речь не идет обо всех в любой стране и так далее но тенденция имеет место быть моему большому сожалению и не сочтите это изображение уже в общем то человека пенсионного возраста даже по немецким меркам что несколько позднее на этот возраст наступает несколько позднее чем допустим беларуси и в россии насколько я могу судить так вот те то поколение которое поколение моих внуков многие из них и часть из них ладно не будем говорить многие скажу часть из них вот не задумывать то есть их не интересует в принципе мнение окружающих у их внешнем виде нарядах привычках степени скажем воспитанности и отсутствие этой самой воспитанности и вообще все что не соответствует или ну да не соответствует из их взгляду на сегодняшнюю жизнь все это для них абсолютно не важно то есть ну это значение не имеет никакого и только потом меня как-то ну назовем это осенило ну почти как там с не тоном яблоко да обошлось без какого-то вредительства или ударов по голове иным частям тела на меня снило что а что я поколение детей тем более внуков хотя ним мы еще вернемся возьмите путина или лукашенко ну лукашенко хотя бы не настолько кровавы хотя с учетом количество смертных приговоров вынесенных его судами за 30 лет не ошибаюсь да за 30 лет его правления тоже как бы результат такой себе но а путин а что путин он увидел цель ну как он ее представляет и препятствий на пути к достижению этой цели он не видит то есть десятки тысяч сотни тысяч убитых сотни тысяч миллионы искалеченных инвалидов опустевшие городки и деревни райцентры пустые предприятия заброшенные в связи с отсутствием работников или значительной части работников десятки тысяч пропавших без вести сгинувших в полях и лесах украины выплаты что значит региональные выплаты где-то там увеличили до 2 миллиона где-то еще что-то но за все но тем или иным образом идет из бюджета из налогов тех кто еще работает в россии то есть выплаты уже не 100 200 тысяч а полтора два миллиона помочь это даже было больше уже за то чтобы только заключил контакт то есть все это на пути к достижению цели значение для путина не имеет но у него еще а собственно не только у него но тем не менее у него в первую очередь еще такой как это момент цель может ему она ясна ну так у пациентов кащенко тоже у них там и наполеоны кого там только нету свои цели они тоже вроде как по их пониманию видят ясно то есть у него для него цель ясна что он хочет с украиной и остальным миром для украины остального мира ну если не брать целью полное уничтожение и украины и украинца то цель этой извините за такое слово специальные военные операции не ясна никому а уж что считать что может путин засчитать но в качестве победы что ли в этой сфо вообще тайна за семью печати но тем не менее есть цель и нет препятствий соответственно пути для ее достижения ну а возвращаясь к поколению не столько детей сколько внуков я бы даже сказал что у вот какой-то этой части из них которые вполне их поведение вполне может подпадать вот вот фразу вынесенную в названии этого видео так у них пожалуй скорее нет препятствий чем есть цель как это не парадоксально звучит то есть почему вот эта девушка понатыркала пирсинга везде на видимых частях тела про невидимые как как говорится со свечкой не стоял не могу судить это нет препятствий зачем спросите у нее сказать что все так носят нельзя но все так себе понатыркали везде так нельзя сказать далеко не всех счастью потому что видел дамочек ближе к моему возрасту с пирсингами многочисленными опять же на видимых частях тела зрелище счета я не говорю про тату опять же на руках или ногах но остальные части тела на пляж давно не хожу по целому ряду как объективных так и субъективных причин то есть зрелище счета тату 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 и пирсинг у тех кому ну скажем так уже за 60 не говорю что за 70 это сказка так вот нынешняя старше школьная молодежь старшего школьного возраста ну и уже какая-то части институтской университетской молодежи точнее зачем они покрывают свои тела вот этим просто сплошным сплошными татуировками тыркают пирсинг везде где только можно и даже похоже там где нельзя они если задать вопрос они на него не ответят но скажу что сам дура то есть препятствий нет цель ну вот там джинсы ни разу не подложены и такой длинный что после двух дней носки новых джинс стоимостью ну как минимум от 80 евро и выше они уже внизу непригодны ни к чему то есть они затоптаны порваны и так далее чего-то при том что есть значительная часть которая носит все то же самое но но не тащится по земле по асфальту и соответственно не приходит в такое вот состояние то есть тут как бы но поколение моих детей то есть родители и вот этих школьников там тоже там немножко другие варианты там цель ставится препятствия я уже говорил в начале либо не замечаются либо обходятся либо отметаются либо как-то преодолеваются но до того момента пока будет сформулирована цель и от момента когда она будет сформулирована и до момента когда она будет достигнута на проходе доходы но и в том и в другом случае смысле и школьное поколение поколения сорокалетних но отдельные скажем его представители вокруг не замечают никого и ничего и ничьи интересы вокруг их не волнует то есть от слова совсем и так кстати сказать касается и в той или иной степени сегодняшнего бизнеса и политики а уж журналистики или так называемого блогерства но те почему так называемые что те блогеры которые какие великие фотографы в кавычках с появлением смартфонов то это совсем другая уже история ставите здоровы слава украине победа израилю живи беларусь